Дорогие рукодельницы, как вы относитесь к вязанию меланжевой пряжи? Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня я хочу с вами поговорить о меланжевой пряже. Пряжу меланж иногда путают с секционкой. Отличие в том, что секционка это пряжа крошения секциями, то есть у нее каждая нить, состоящая даже из нескольких волокон, имеет одинаковый окрас, только окрас меняет. Меланж это пряжа, состоящая из волокон разного цвета. То есть в меланжевой пряже присутствуют волокна смеи разного цвета. Если вы заметили, в последнее время купить меланжевую пряжу, просто пойти в магазин купить практически невозможно. Я ее не вижу ни в интернет-магазинах, ни в реальных магазинах. То есть продаются пряжи разных цветов. Можно купить бобинки, можно купить матушки. Меланжа нет. Поэтому единственный вариант получить меланжевую пряжу, это искусственно созданная смесь. Покупается несколько пряж. Мы их собираем в одну нить, либо на моталке, либо, как у меня, сейчас покажу вам, ставится несколько конусов в нити водитель. И пытаемся провязать. Эффект не самый лучший, потому что бытовые моталки в принципе не предназначены для смеси пряж. Сейчас я вам покажу это на реальной машинке. То есть у меня есть три пряжи. Белый, красный и серый. Я их проделаю в нити водитель. И начинаем провязывать, пытаясь получить эффект меланжевого полотна. На меланж это совсем не похоже. Это просто хаотично, неаккуратно, некрасиво. И если у меня будут парные детали, они будут выглядеть очень по-разному. Некрасиво. Потому что каждая из деталей будет иметь свой собственный узор. Не всегда логично и симпатично. Ну как нить прошла, так и получилось. Почему так происходит? Когда мы вяжем, для того, чтобы не перепутывались и не петляли, не создавали узлов, их нужно разводить подальше. Иначе они перепутываются и создают вот здесь петли. Они цепляются за регулятор натяжения. И получается, петли будут все равно. Узлы, петли некрасивы. Поэтому мы разводим кабины как можно дальше, для того, чтобы они не путались в процессе смотки. Но это дает и обратный результат. У нас эти нити идут параллельно и никак не перемешивают. Чем хорош меланж? Он идет в скрутке. Здесь скрутки не получается. Здесь каждая нить идет сама по себе. В общем-то параллельно друг к другу. Плюс к этому может получаться разное натяжение нити, поскольку они имеют разный диаметр и разматываются с разной скоростью. И петли образуются. Нити разные. Петли, которые попадают в нити воде. Это значит, что машина может не провязать какую-то нить. Ровно по этой же причине, из-за разной скорости подачи нити и разного натяжения, у нас не работают ручные моталки. Казалось бы, можно использовать моталку. Смотали несколько сложений и получили суперрезультат. Но не получается, потому что ручные моталки не предназначены для миксовки. Разное натяжение, разная скорость подачи. У вас все равно будет петля полотна. И если вы в процессе намотки получили петлю, эту петлю уже никуда не денете. Вам придется эту петлю гнать перед нити водителем. Либо, как вариант, рвать нить и сделать узел. Для того, чтобы убрать излишнюю свободу одного из слоев пряжи. Очень неприятные эффекты. Но кто это делал, тот понимает, о чем я говорю. Кто не делал, попробуйте, получите бесценную. Поэтому меланжевые пряжи сейчас не сильно допопулярны. Потому что получить хороший меланж в домашних условиях нереально. Сравните два полотна. То, что мы только что провязали из параллельных нитей, которые сами складываются. Либо профессионально смотанный меланж. Меланжевая пряжа настоящая. Абсолютно однородное полотно. И здесь, как ляжет, как получится непредсказуемый узор. Поэтому для того, чтобы получать хорошее меланжевое полотно, пряжа должна быть подготовлена профессионально, без петель и с ровной скруткой. И если мы посмотрим внимательно, увидим, что все три сложения идут параллельно. То есть, вот они. Их отлично видно. Три нити, три нити, три нити. Это профессиональная смотка на специальном оборудовании. Дома так не сделано. И за счет того, что у нас все нити идут параллельно, в процессе разматывания пряжи, когда она поступает в нитевод, она закручивает сама себя. То есть, нить раскручивается, выходя из мотка. Вот так вот. Закручивает сама себя. И мы получаем идеальный результат. Они перемешиваются. Получается супермикс, который называется меланжи. Очень мало фирм занимается профессиональной миксовкой пряж. В основном делают просто отмотку по метражу. Сколько вам надо метров, либо килограммов вашей пряжи. Вам выдали несколько бобин. Пожалуйста, миксуйте сами. Есть торговый дом Петровский, который специализируется на миксовании пряж. На любой ваш запрос. Огромный выбор. Любое сложение нитей. Лучше от четырех, потому что профессиональное оборудование не любит тонкие сложения. От трех-четырех нитей вы можете делать любой заказ. Есть уже готовые миксы. Есть миксы по вашему выбору. Пряжа слонимская, белорусская. Качество выше всяких похвал. Но я думаю, что вы с этой пряжей знакомы, если занимаетесь вязанием давно. То есть эта пряжа у нас на рынке присутствует уже давно и прочно. Знакомая она практически всем мастерицам, вязальщицам. А с миксами пряж знакомы немногие. Потому что удачное миксование. Сложное дело. Хорошая пряжа. Отличные цвета. Быстрая доставка. Отличное решение. Очень быстрое решение сложной проблемы. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Ссылки на школу вязания, изба вязания и торговый дом Петровский по продаже миксованной слонимской пряжи вы можете найти под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.